На глиняном полотне Дианы Авдеевой изображен солдат, который радуется победе. Эту работу воспитанница детской школы искусств номер два посвятила своему прадедушке, который воевал в Великой Отечественной войне. Полотно Диана отправила на всероссийский конкурс детского творчества «День победы. Радость со слезами на глазах Волгоград», где жюри ему присудило второе место. Я счастлива, что я получила именно второе место. Я даже думать не мечтала, что я когда-нибудь даже получу. Есть стремление идти дальше и делать прекрасную работу. Работа женщины-фельдшер Арины Хробыстовой на конкурсе заняла первое место. На дне девочка трудилась больше двух месяцев. Сначала рисовала эскизы и разрисовывала их красками, а после приступала к лепке. Я раскатывала пласт и вырезала из него квадратную форму. Дальше из глины делала голову и тело. Все это разглаживала, а дальше уже прилепляла мелкие детали и в белье привыло лицо. В этом году конкурс проходил дистанционно. В нем приняло участие более тысячи человек со всей России. Посмотреть все их работы можно было на онлайн-выставке. Они ее отсняли, они ее показывали в прямом эфире, вручение и грамот тоже они проводили в прямом эфире, сообщая, что победители, кто там есть, и сделали каталог выставки этих работ, фотографии. Еще одна воспитанница детской школы искусств номер два Милана Карпова получила наградной знак победителя конкурса. Девочки не собираются останавливаться на достигнутом. В новом учебном году они готовятся к фестивалю керамики «Красота, рожденная во тьме». Он пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году.